Любителям охоты и рыбалки рекомендую канал «Записки охотника». Автор делится своим опытом. Ссылка в описании. Тишадмин — единственный человек, который умеет творить сиферками на компьютере всё что угодно. Поэтому бухгалтер по-прежнему рассчитывает его заплату на бумаге. Хочешь выделяться из потока, быть непохожим на остальных? Включай сигнал поворота при перестроении. Приходит как-то председатель колхоза на животноводческую ферму и видит. Оказывается, сторож спит на рабочем месте. Сиди, спит. Председатель думает, вот сейчас я его разбужу. И вот кажется, что спал. И хрен-то укажешь. Поэтому осторожно берет хомут и осторожно надевает ему на шею. И потом кричит. Кхм-кхм! Петруха, спишь? Сторож просыпается и говорит. А не сплю, не сплю, Петрович. Вон хомут ремонтирую. Очень люблю рисковать. Работой, карьерой, будущим. Рады 15 минут лишних снов. Дорогой, а ты сегодня мусорное ведро выбросил? Сделал, как ты сказала. А теперь куда мусор складывать? Ну что, машину себе уже купил? Да нет, пока только кроссовки с колесиками. Скажи, почему ты так поздно жалился? Видишь ли, прежде чем решиться на этот отчаянный шаг, я сначала хотел иметь постоянный стабильный доход. А теперь его имеешь? Да, я имею пенсию по старости. Вот мне нравится, когда мне делают замечания, что некрасиво, когда дама матерится. А если здоровый мужик матерится матом, это звучит типа как симфония Баха? Слышь, Петлюха, вон ту дорогу, которую мы в прошлом месяце ремонтировали, опять раздолбали. Блин, пони, что там, пони, на машинах ездит, что ли? Почему пасечник, когда собирает мед, наливает на голову сетку? Если его потом пчелы узнают, где можно трындец? Мужик проходит мимо войсковой части и слышит за забором. Зеленый верх! Я сказал, верх зеленым! Мужик смотрит щелочку и видит. А это солдаты под руководством сержанта сажают деревья. Магазин по продаже компьютеров. Продавец говорит, богатый, но не понимаешь, что компьютеры там. Я вам подобрал жесткий диск получше. А он спрашивает, а получше это пожестче? Пришла зарплата, и это означает, что можно пить аппероль в баре, ездить в пейке с телятины и ездить каждые 100 метров на такси. А остальные 29 уставшихся дней ходить пешком на работу, и ездить в хребе воду. Люди, которые отговаривали меня от покупки машины из-за пробок, оказались неправы. Стоять в пробке гораздо удобнее, когда у тебя есть машина. Дед Петруха сидит на пирогу и ловит рыбу. И поймал золотую рыбку. Золотая рыба спрашивает, чего тебе надо, старче? Дед Петруха говорит, дай мне столько денег, чтобы поместился в моем доме. Окей, Петруха пошел домой, сморчит, на полу лежит 500 рублей. Пришел обратно, спрашивает, ты что обманула? Рыба спрашивает, я не поняла, а что, не поместилась? Алло, это служба грузчиков? Да нет, соседа надо обматерить. Девушки, вы реально думаете, что мужики делят вас на толстых и худых? На самом деле, две категории. Первая, да ну, нет. А вторая, ничего, так. Подписываемся. Субтитры сделал DimaTorzok